Высокий глухой забор в микрорайоне Юрьевец. За ним губернаторская резиденция, площадью 13 гектаров. Из них с инфраструктурой только три. Первое, что привлекает внимание, трёхэтажный гостиничный комплекс, площадью 520 квадратных метров. Те, кто за него отвечают, похоже, ещё несколько месяцев назад и представить себе не могли, что увидят здесь такое большое количество журналистов. И с непривычки путаются в хронологии. Здание было построено в 1968 году. Последний ремонт был проведён здесь в 2015 году, когда был полностью изменён фасад здания и проведён серьёзный ремонт внутренних помещений. Отопление, электричество, вода. Стоимость коммуналки за месяц здесь набегает на 50 тысяч рублей. Несмотря на то, что в гостиничном комплексе все удобства, в одном из залов камин растапливается дровами, а в нескольких метрах от дома баня. Именно здесь последние пять лет отдыхала, ночевала и, возможно, парилась Светлана Орлова. Теперь всё это выставлено на обозрение. Журналисты сегодня смогли не только лицезреть губернаторские апартаменты, но и буквально поваляться на кровати Светланы Юрьевны. Собственными боками почувствовать, мягко ли спалось бывшему главе региона. Действительно удобная кровать. Прям хороший матрас. Ты ложишься и сразу хочешь заснуть. Вот ни о чём не думать, никаких проблем, бедах населения Владимирской области. Хочешь просто лечь, отдохнуть и проснуться с новыми силами взяться за свою работу. Весь гостиничный комплекс оценивается в 30 миллионов рублей, плюс ещё 8 миллионов. Имущество. Кстати, о нём, о губернаторской резиденции заговорили в скандальном ключе несколько лет назад. Журналисты узнали, что якобы для дома губернатора собираются закупать шикарную мебель и туалетные принадлежности. Один золотой ёршик стоит 23 тысячи рублей. Разгорелся скандал и до Владимира золотой ёршик не доехал. В туалетах резиденции золотых ёршиков пресса сегодня действительно не обнаружила. Теперь гостиничный комплекс на территории губернаторской резиденции и правда станет гостиницей. Но начальник управления административными зданиями предупреждает сразу, постояльцам здесь будет скучно. Здесь ограниченные развлечения, здесь нет ничего такого, чтобы можно было бы как в гостиницах находиться. Здесь просто закрытое пространство. В гостиничном комплексе всего 4 номера. Объект не станет публичным, вывески гостиница на губернаторской резиденции не появятся. Аренда возможна только по предварительным заявкам. Администрация области будет предлагать размещаться здесь вип-персонам, коммерческих структур банкам, бизнес-корпорациям, инвесторам. Во время проведения в Владимирской области съездов, конференций, семинаров, других мероприятий. Также этот комплекс будет использоваться для проживания особо охраняемых государственных лиц во время их визитов во Владимирскую область. Как посчитали эксперты, стоимость полной аренды комплекса на одни сутки составит 108,5 тысяч рублей. Расчет только по безналу. Помимо гостиничного комплекса, на территории резиденции есть еще домик площадью 97 квадратных метров. Гостей ведь ждут высокопоставленных. У них наверняка есть помощники. Вот для них жилье поскромнее. В нем сейчас идет ремонт. Когда резиденция примет первых постояльцев, пока неизвестно. Заявок еще не поступало. Александр Инин, Артем Горчаков, Шестой канал.